те кто не уехал из россии продолжают оппозиционную работу тоже агентов фсб не любят николай как вы только что сказали что никакой оппозиции нет и никто не ведет никакую работу оппозиционную работу ведут и те кто не уехал все правильно почему какие-то сомнения возникли относительно вас николай уж простите я не занимаюсь исследованию в данном случае но когда я встречаюсь с тем или иным троллем я начинаю анализировать его аккаунт пытаюсь выявить корневой сервер у вас наверно в таллине он все-таки не в россии как у многих фсбшников вот ну как то вы это это возможно просто критическое мышление у вас но это очень похоже на троллинг пропагандиста я не буду от вас этого скрывать а не все кто ведет работу в россии это агентов фсб тем более что ну задача решена основная задача в россии больше нет оппозиции есть михал михалыч касьянов который делает спокойные цивилизованные заявления хотя там они дергают пытаются привлечь к ответственности людей но даже тех кто с ними сотрудничает но для них год количество услуг которые наказывал кремлю огромно там и правые дела и там много чего полезного делал как кстати говоря очень многие системные либералы они помогали власти помогают и сегодня работают дискредитируя себя конечно и создавая условия для того чтобы с ними потом ну на этом же самом трибунале разбирались там и снабиульный но а когда они мешают решать там какие-то технические проблемы игорю сечину помешал улюкаев ну немедленно когда оказался в тюрьме чемоданчик с колбаской на выходе открывают там деньги ну все коррупция как вымогал деньги у бедного игоря сечина но мы же знаем что игорь сечин добрый наивный дедушка у него любовница молодая которую воспитывает финансирует вот так что сегодня работать внутри россии тем не менее ну практически невозможно потому что это опасно и я занимался изучением пропагандистской компании нужно было понять как это устроено какие существуют центры аналитические которые делают разработки установки планируют компанию и часть этой компании планируется и реализуется эксперт на в том числе вот этими экспертными группами спецслужб чем разных это же деньги это же борьба за это бюджет и конкуренция борьба за бюджет и сегодня не только шойгу создают так называемые информационные войска вот сегодня все хотят немножечко откусить этих денег и только максим шевченко который очень активен но и проханов там подвизается пытается что-то себе откусить и спецслужбы и вот эти фабрики тролли их несколько уровней так вот к чему я оказалось это когда вы дернули одну очень серьезную информацию по пропагандистской компании один из экспертов кремлевских вдруг мне сказал что вы очень осторожно действуйте я говорю что такое мы же пропаганду изучаем причем здесь опасность опасность он говорит вы не пропаганду изучаете вы изучаете деятельность российских спецслужб российских военных деятельность секретную деятельность самую важную для российской власти среди тех кто занимается этим очень много людей очень много тех кого я в свое время нанимал пойти когда занимался аналитической работой очень много тех кто с удовольствием дает мне информацию считают меня бывшим другом и рассчитывает на то что когда-то демократия в россии будет восстановлена понимаете и для меня это очень мощная очень интересный важный источник информации от людей которые сегодня работают на путина но делают это просто для того чтобы выживать чтобы жить этот случай я рассказывал у меня свое время потряс мы ждали то ли лысенко в прием на него сидели я и науки он тогда еще не был пропагандистом и он мне сказал что то ли платят просто ну символические деньги и на эти деньги он выжить не может у него своих несколько детей приемные дети и он не знает что делать так что ситуация сложнее чем нам хотелось бы с вами николай не помню не любит николай не любит